Здравствуйте друзья из ночного Сан-Франциско на выходе из города. Мы зачитываем вопрос. Светлана зачитывает. Здравствуйте уважаемая Михаила Светлана. Если можно ответьте пожалуйста на такой вопрос. Мой сын шесть лет назад сказал мне на вопрос о том кем он будет и как будет зарабатывать себе на жизнь что будет играть в компьютерные игры. Тогда меня этот ответ рассмешил я попыталась ему объяснить что это невозможно. Но сейчас я понимаю что это мне нужно было объяснить что я не права а не ему. Когда я начала смотреть ваш канал многое в моем мировоззрении перевернулось. После одного из ваших видео около года назад я нашла сына репетитора по компьютеру. Сын решил что хочет в будущем заниматься графикой по Xbox игр и подобным платформам. Я знаю что это очень сложная кропотливая долгая и скучная работа. И ребенок до конца это не осознает. Он не зациклен именно на графике и открыт для многого в этом возрасте. Через пару дней ему исполнится 12. У него хороший возраст и много желаний идти этим путем. Но этот путь слишком широкий. Нужно выбрать свою тропинку. Именно поэтому я хочу обратиться к вам Михаил. Вы находитесь в самом эпицентре этой индустрии. Возможно сможете подсказать какая отрасль развивается и будет развиваться в ближайшие годы по максимуму. Куда стоит складывать свои способности, чтобы получить максимальную отдачу. Чтобы ребенок не пожалел, что посвятился этому свою жизнь. Я понимаю, что вы не можете решать чужие судьбы, но в любом случае сами за себя в ответе. Просто хочется услышать ваше компетентное мнение. Сын связывает свое будущее именно с Кремниевой долиной. Я рассказала ему про вас и вашу со Светланой школу. Про то, что если ты хочешь заниматься компьютерными технологиями, то лучше места не сыскать. Спасибо вам большое. Буду очень признательна, если получил ответ с уважением Аня. Аня? Да. Ну, я хочу сказать, у меня такое ощущение, что Анин мальчик, он уже тут у нас. Я понимаю, что это наш мальчик. Это такой типичный гугловский такой крутой парнище, который вот в таком возрасте начинает. И, значит, Анечка существенным является не то, чтобы он сейчас сконцентрировался на какой-то области компьютерных технологий. Это абсолютно вторичный, третичный вопрос, потому что все, чем он будет заниматься в 12 лет, исчезнет к тому моменту, когда он будет поступать в университет. Понимаете? Значит, что остается? Остается разработанный мозг, который привык решать задачи, особенно нестандартные задачи. Вот это нужно в ребенке развивать. Я не знаю, насколько он тяготеет именно к академическим дисциплинам, но я не знаю, где вы живете. Но если бы я, например, вот жил, ну, допустим, знал бы, что вы живете в Москве, то я бы вам сказал, знаете что, пойдите в хорошую, хорошую ударную физмат-школу математическую. Есть школы, которые берут детишек пораньше. Вот есть такие, что там в девятый класс, есть такие там в восьмой, а есть такие, что и в седьмой берут. Вот туда его. До того, как возьмите ему репетитора, который будет его натаскивать на решение олимпиадных задач. Олимпиадных. С нестандартными какими-то вещами. Понимаете? Сформировать у парня нестандартное мышление, креатив вот такой. Это то, что даст ему успех в жизни, независимо от технологии, независимо от чего. Если вдруг он в какой-то момент от графики для Xbox перейдет на, например, финансовые рынки, понимаете, он там все перевернет. Потому что у него нет ривиального мышления. Вот так же, как Ломоносов говорил, эта знаменитая его фраза, что математику уже зато учить следует, что она ум в порядок приводит. Так вот, я надеюсь, что у него ум уже и так в порядке. А вот мышление. Это первое. Второе. Чтобы я сказал, очень важно, чтобы ребенок, вот в 12 лет, чтобы он... Это может от рождения у него быть заложено, но он должен быть аккуратным и доводящим дело до конца. Гении, таланты, бундеркинды, которые не в состоянии довести дело до конца, никому не нужны в этой жизни. Понимаете, проблема какая? Посредственный человек, который аккуратненький и у него все сходится, понимаете, он берет вот этих вот, нанимает и эксплуатирует и за них деньги получает. Вот это нам, это наша полоса. Это наша полоса. Хорошо. Вот, поэтому... У меня такое, видите, Света, вот ты что скажешь? Что ты скажешь, Света? Я скажу, что, конечно, я даже читала, когда письмо, мне было немножко смешно, что вы хотите в 12 лет человека заточить под всю оставшуюся жизнь. На технологии. Сегодня, да, сегодня настолько все быстро меняется, что даже думать о том, чтобы можно было как-то заточить конкретно под эти игры или другие игры, это неправильный подход, конечно. Нужно учить базовые вещи, и самое главное, чтобы ребенку это нравилось. Вы же видите, какие у него склонности, к чему у него склонности. Может быть, у него склонности именно к графике, да, может быть, ему рисование, там, интересно, компьютерная именно графика. Может быть, ему интересны логические задачи и кодирование. Вы лучше знаете своего ребенка? Ну, подойди, подойди, она, может быть, знает ребенка лучше, но она не знает предметной области. Дело не в этом. Дело в том, что... Подожди, секунду. Педагог. Дело в том, что здесь есть одна ошибка, которую очень важно не совершить. Да. Проверь. Значит, ошибка эта состоит в том, что вот у вас появилась какая-то мысль, да, и я вижу, что эта мысль вас занимает. Так вот, в этом месте я бы советовала вам расслабиться, да, и дать ребенку возможность осуществлять свои мечты. Не важно, что он ошибется, он выйдет на правильный путь, да, если у него есть интерес к этому делу, все у него будет правильно. Не пытайтесь ему навязывать что-то, потому что он будет жить тогда вашими мечтами и будет стараться маму водить. Это на всякий случай, потому что нет оснований считать, что мама ему навязывает. Да, ну, мама так говорит, да, вот он у нас говорит, что правильно, мы его будем затачивать вот под это вот. Нет, 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 я считаю, что мама очень правильно беспокоится. Мама говорит, если есть что-то, что я могу сделать, я хочу это сделать. Это совершенно бесценная мама, и я как бы в этом смысле на ее стороне. Но, конечно, Светлана права в том, что если вам кто-то что-то сказал, это не повод ребенка заставить и отбить у него желательно. То есть, на самом деле, самое первое, что как родители, да, самое правильное, что родители могут сделать, посмотреть на то, чем ребенок интересуется, и дать ему это. Дать им возможность идти в этом направлении развиваться. То ли это будут кружки какие-то, то ли это будут секции какие-то, то ли что-то. Но дать ему возможность в этом направлении идти. То есть, на самом деле, несущественно, будет ли он заниматься программированием, или какой-то робототехникой, или какой-то автоматикой, электроникой, или он, это будет связано с играми, или не связано с играми. Я лично не вижу ничего плохого в играх. Он может играть в игры, это тоже очень сложно. Он может котировать игры, это тоже очень, это еще лучше, конечно. Но когда он вам в 6 лет сказал, что, ну, конечно, котировать идти лучше, да, когда он сказал в 6 лет, что он будет зарабатывать, играя в игры, есть люди, которые зарабатывают, играя в игры, очень большие деньги. А есть люди, которые вот так хорошо играют в игры, и они прохождение игры снимают на видео, вывешивают на ютубе, там миллионы людей ходят смотреть, как они играют в эти игры. То есть мир игр сегодня, это колоссального масштаба бизнеса, колоссального. Да, единственное, что вот с играми, да, дело в том, что виртуальный мир очень сильно захватывает, знаете, это как наркотическое средство. Чем больше человеку туда углубляется, потому что там отдельная жизнь со своими преимуществами, со своими сильными сторонами, и у детей может, если у него есть склонность к этому, да, не уйти полностью в эту компьютерную жизнь виртуальную, в ущерб жизни реальной. Вот это вот единственное такое, знаете, сомнение такое, чтобы ребенок имел достаточно живого общения с другими ребятами, чтобы он учился ладить с ними, находить общий язык. Это очень важно, потому что... Но если удастся создать для ребенка среду таких же заинтересованных в технологиях, вот в этих вот делах детей, других детей, я не знаю, что это может быть там дом, ну не пионеров, как он сейчас там называется, там станция юных техников, как бы ее там ни называли, или какой-то платный кружок там, ну или что-то. Очень важно для ребенка, тем более 12 лет в возраст какой, это же просто ураган. Творить, да. Да, очень важно быть в среде единомышленников, понимаете, не быть белой бароной, не быть нердом. Вот в американских фильмах, когда показывают, человек с шахматной доской ребенок идет, это придурок. И все над ним смеются, и он такой ходит затравленный такой, эээ, такой вот. Понимаете, вот человек не должен себя таким чувствовать, от того, что он там шахматы играет, или там программирует, или что-то такое. Он должен быть человеком из общества, социальным. Очень важно, я считаю, при том, что человек интересуется, скажем, техникой вот этим, очень здорово, если он гуманитарно развит. Понимаете, если он любит читать хорошую литературу, если он интересуется историей, может быть, он поет, или играет на чем-то. Понимаете, нельзя быть однополярным таким. Это мешает потом, это даже, это будет мешать ему, однополярность мешает даже человеку быть хорошим, там, не знаю, там, технарем, программистом, потому что, чтобы быть хорошим, суперхорожим. Кругозор, да. Вот, так что, я бы сказал, что очень хорошо, что мама озаботилась, да, это, мама прекрасна, я уже считаю, что мальчику лучше мамы не найти никогда и нигде. Никогда не найти лучше мамы. Вот, теперь, да, ну, это я не к тому, что люди ищут, но просто, я говорю, мама хорошая, и очень правильная мама. И, значит, надо, чтобы она фокус перебила с того, какими технологиями мальчика занимать сегодня. Потому что это не имеет значения для будущего. А вот занялась бы его креативностью и нестандартностью мышления. Вот какие есть методики, я не знаю, что там для этого есть, какие условия там, где она живет, я тоже не знаю. Но вот искать в этом направлении, а не в том, какие технологии, какие языки программирования, какие там чего будут. Вот он пускай создает, подрастет немножко, будет ему там 18-19 лет, вот пусть он уже тогда создает там технологии будущего и так далее. Вот вполне ему по силам будет. Так что я бы так сказал. Все, маме привет, мальчику привет. И мы теперь будем ждать от него вот прорывных технологий по мере взросления. Счастливо!